Авиакатастрофа в Подмосковье. Почти сразу после взлета из аэропорта Домодедова разбился пассажирский самолет Москва-Орск. Погибли все, кто был на борту. Причины катастрофы сейчас устанавливают. Версий крушения несколько, но официально пока ни одна из них не подтверждена. Все подробности в нашем материале. Самолет саратовских авиалиний Ан-148 пробыл в воздухе около 4 минут. После вылета из московского аэропорта Домодедова он стал резко терять высоту, а потом и вовсе пропал с радаров. Связи с экипажем не было. О крушении лайнера сообщили очевидцы. Самолет рухнул возле села Степановское в Раменском районе, даже не вылетев из Подмосковья. На борту находился 71 человек. Шесть членов экипажа и пассажиры. Среди них ребенок. Шансов выжить у них не было. Списки погибших уже опубликовали российские СМИ. По предварительной информации, украинцев на борту самолета не было. Неизвестна и причина трагедии. Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура уже начали проверку. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при техническом обслуживании воздушного судна и работе диспетчерских служб. Очевидцы сообщают, что самолет вспыхнул прямо в воздухе. Есть версия, что Ан-148 упал из-за столкновения с пролетавшим мимо вертолетом Почты России. Почтовый, смотри, почта лежит. Письма. Но Почта России заявила, мол, собственных вертолетов у нее нет. Среди возможных причин крушения, по данным российских СМИ, нелетная погода, неисправность машины или ошибка пилота. На месте крушения работают 150 сотрудников МЧС, а также 20 единиц техники и 7 бригад медиков. Проведению операции мешает снегопад. Виталий Акушмирук, подробности, телеканал Интер. Крушение в Подмосковье второе в истории для Ан-148. Такое же воздушное судно разбилось в 2011 году в Белгородской области во время тренировочного полета. Тогда погиб экипаж из шести человек. Разбившийся сегодня самолет построили в 2010-м на Воронежском авиазаводе. Он принадлежит крупнейшей российской авиализинговой компании «Льюшинфинанс». Саратовские авиалинии взяли его в субаренду совсем недавно, в 2017 году.